видео аудит эти магазины какие бывают ошибки в эти магазине пример эти магазин картины маслом и акрилом от от studio бутик приветствую вас друзья с вами прохоровская светлана и я хочу с вами разобрать именно ошибки в этом магазине запрос пришел от мастера к этому видео есть очень большая статья выложу ее в блоге потому что я изначально пишу статью а потом может для вас снимаю видео аудит может быть он будет немножечко более коротким потому что нужно как говорится хотя бы в минутам 10-15 уложиться поэтому друзья начинаем сразу смотрите обратите внимание если вы делаете аудит своего эти магазина захотите его сделать то первым делом на что обращаю я на что обращает внимание поисковики это тайтл эти магазина название хотя сейчас на эти можно и поменять название а раньше было название всегда стабильно а вот здесь вот вы через запятую добавляете у меня идет сейчас показывает эти магазин 55 символов с пробелами эту фразу но она крайне важна это тайтл эти магазина в котором как правило люди отображают ключевые запросы слова и фразы за которые вы хотите чтобы был ваш видимый магазин за которой вы боретесь выдачи и если вы надумали добавить красивую фразу или более понятную для клиентов то она может быть не сильно понятной для поисковиков поэтому перед тем как что-то там писать нужно посмотреть определиться а как ваши главные ключевые слова по вашему товару по вашему айти магазину пишут люди в поиске в запросах я всегда смотрю в google ads например oil painting acrylic painting это главные ключевые запросы которыми занимается мастер но мастер здесь написала oil and acrylic painting особенно первая часть очень важно что это значит это значит что когда вы ищите совмещаете и картины маслом и картины акрилом но вместе с тем такой запрос а в google ша от 100 до 1000 а если вспомним oil да например от 10 тысяч до 100 запросов в месяц и от 100 тысяч до миллиона акрилик до идет получается этим запросам который указала мастер пользуется намного намного меньше людей по этому запросу он на самом деле неплохой хотя когда я только начинала смотреть магазин я думала что это наверное будет где-то человек 10 100 в месяц чуть выше а теперь подумайте сами на примере этого магазина когда вы соединяете добавляете несколько запросов разбиваете их то подумайте а как ищут ваши клиенты с одной стороны а разве если взять фанатов картин маслом если взять фанатов картин акрилом то можно сказать это разные две целевые аудитории и только небольшое количество людей что для тех что как говорится что те картины что те картины как бы ему все равно но очень часто бывает такое что фанаты картин маслом не признают там картин акрилом потому что истинные картины истинная живопись для них это только маслом поэтому друзья вот на таком примере вы должны подумать первая какая ошибка это вы должны грамотно и правильно написать ключевые запросы в тайт для вашего яйца магазина следующий момент на что я обращаю внимание здесь у мастера нет этого а я заглянув свой магазин у меня кстати тоже давно написан и на усмед смотрите вот здесь написан и на усмед ритму здесь можно добавлять достаточно большой текст он идет главной части эти магазина с вашими главными ключевыми словами получается то что я хочу продвинуть те ключевые запросы по которым я хочу чтобы моя главная страница эти магазина вообще в целом эти магазин был видимым я тоже отображаю и в аннонсмент почему бы и нет а здесь у мастера вот такого просто не заполнено такой даже скажем так вкладочки вы не видите да и и у нас во всяком случае нет поэтому получается вывод такой по этим двум пунктам наша главная задача главной страницы эти магазина показать поисковикам что мы продаем и мы здесь используем а любую опцию любую ячейку для этого что мы дальше смотрим дальше мы с вами смотрим на секции смотрите вот здесь этом с написано и вот что мастер продает все товары и вот как мастер называет свои картины и здесь вы видите по видам картин до разбиты секции с одной стороны это правильно но если мы говорим с точки зрения ключевых слов мы начинаем с вами вспоминать так что так можно было писать 5 15 лет назад и а если это на эти было немного художников немного была небольшая конкуренция то даже люди могли вас достаточно быстро найти если вы это сейчас списываете в старых успешных магазинов которые 5 15 лет назад начинали то это вам не помогает опять же ответ какой абстракция какая маслом или акрилом и нужно проверить ключевые слова ключевые запросы до по этим фразам получается верным вариант будет какой например когда мы называем ключевые когда мы называем секции ключевыми запросами не такими высокочастотными какой у пейнтинг до акриле пейнтинг а вот добавляем на например цветы картины маслом это дословно будет такой запрос но нужно его будет проверить например опять же google с может тоже посмотреть как он правильно пишется как он правильно звучит потому что если мы говорим про google то от перестановки слов от если это во множественном единственном числе иногда может разниться количество запросов выдачи поэтому google для google это тоже очень важно а поскольку эти магазины не закрыты для поисковиков это огромнейший плюс то здесь мы учитываем до правила продвижения в социальных сетях ой вернее не в социальных сетях а на платформах таких как google обратите на это внимание плюс а основной поток клиентов на эти это америка это и сша поэтому я вам привожу примеры с google и сша и так выводы какие получается какой верный запрос верно писать называть свои секции эти магазина ключевыми запросами и еще обратите внимание вот здесь вроде бы не ошибка до маленькие картинки маленькие картинки с одной стороны кажется что это не ошибка но с другой стороны если вы вспомните и даже вот а мастер вверху написала что пейнтинг как правило под именно этим словом подразумевается картины а маленькие картинки могут иметься ввиду не только картины маслом или акрилом а любая картинка найдена в просторе интернета по конкуренции это будет высокочастотный ключевой запрос но иногда ну как не то что иногда а в данном случае он не отображает фактически изделия нашего мастера если вы хотите продавать маленькие картинки то верно будет написать смойл смол пейнтинг вот такой пример потому что смол пейнтинг а в ша от 1000 до 10 тысяч запросов google ша друзья смотрите вот получается мы с вами разбираем сейчас детали в аудите детали как ячейку назвать да как нам написать на самом деле на эти на главной странице все детали вот эти очень важны я еще в прошлом году по моему написала книгу 92 ошибки на эти и как сделать эти аудит магазина самому получается я вот таких недочетов по этим магазинам написана насчитала на тот момент аж 92 такие ошибки получается книга очень проста если вам интересно самостоятельно сделать аудит загляните в нее в моем эти магазине она тоже есть пожалуйста она у так листинг так выглядит если кому интересно тоже посмотрите самостоятельно почитайте потому что иногда мне кажется когда я делаю аудиты одни и те же ошибки и вам будет как скучно это рассматривать или смотреть и так следующий момент что мы с вами смотрим дальше смотрим и дальше спускаемся в эти магазины увидим такие красивые картины спускаемся дальше что еще я то что еще и считайте поисковик получается он проходит сквозь ваш магазин и здесь мы попадаем с вами в about а вот здесь вот такие красивая такая есть до сих пор можно добавить очень большую ну как вот здесь вот здесь да есть заголовок обратите внимание и есть текст заголовок ограниченное количество символов в текст мы можем добавить добавить очень большой на самом деле огромный текст и друзья обращаю ваше внимание чем больше будет у вас написан текст тем больше вы можете органично грамотно да по смыслу добавить главные ключевые слова вашего эти магазина в один абзац сколько вы можете добавить ключевых слов но один раз на максимум два если абзац очень большой если у вас будет 5-10 абзацев это вы можете описать очень много про ваш эти магазин по вашу деятельность работу про ваши виды там вот нашем примере картин и естественно это будет восприниматься поисковиками для продвижения как больший плюс получается тексты тоже продвигает вот ваш эти магазин и обратите внимание на деталь здесь картины у мастера а они подписаны на русском это тоже ошибка почему ошибка потому что здесь нужно подписывать на английском ключевыми словами идемте с вами дальше здесь есть самом конце еще вот такая интересная опция в этой опции можете воспользоваться для продвижения своего эти магазины это часто задаваемые вопросы здесь тоже можно писать заголовок вот здесь заголовок но здесь ошибка какая у мастера он очень короткий да не рады ну как вообще этот блок и он на русском а получается вы можете применять да как например по картинам применяйте ключевой запрос в названии вот именно здесь в заголовках и пишите там один-два абзаца ответы и вот таких например часто задаваемых вопросов вы можете здесь написать очень много и это тоже опять же плюс поскольку это будет ключевые слова там плюс для продвижения вашего интернет-магазина не забывайте эти магазин это тут же интернет-магазин созданный на чужой платформе с ключевыми словами нужно по-прежнему грамотно работать смотрите если вы давно пишите картины подумайте что может повредить вашим картинам можно ли ваши картины если они припали пылью да например помыть в душе можно ли ваши картины повесить в патио да например на открытом воздухе в доме оставить на целый год с картиной ничего не случится можно ли на например эту картину оставить там частном в доме отдыха в зоне отдыха например тоже на зиму я не художник но кто художники можете под этим видео помочь мастеру набросать вопросов до когда у вас были случаи когда люди покупали но по незнанию до портили ваши картины как каком-то либо при скажем так назовем эксплуатации уходе и прочим 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 поэтому подумайте на этот пункт а еще эти пункты очень вошли на важные в честно задаваемые вопросы вы фактически вот здесь до указываете выше политику вашего эти магазина есть вас возвраты обмены есть нету и плюс если там чего-то не указано вы указываете в часто задаваемых вопросов и вот глава главным этим пунктом например вы работаете опять же если вы пишете картину под заказ а то возможно вы можете подчеркнуть что эта картина возврату и обмену не подлежит если человек дал определенный заказ определенный по размеру по цветовой гамме по рисунку это мы с вами кратко рассмотрели главную страницу эти магазины а теперь следующий пункт и куда нам стоит заглянуть это листинги друзья не все листинг я просмотрела смотрите какие красивые пёсик обалденный да и здесь хочу отметить что у мастера очень красиво сделано и очень понятно сделано видео подборка видео фото подборка 10 фото тут указано мастер держит картину мастер держит например картина стоит на столике а получается вид картины увеличенный вид картины а единственное чтобы порекомендовала мастеру обратить внимание на то как придет эта картина если картина небольшая подарочный вариант если вы всегда прилагаете какие-то красивые упаковку обязательно добавляйте последний например да и здесь эти видео какая упаковка вас приходит если вы ее делаете почему бы это не подчеркнуть не сказать все за границей стоит платно следующий момент а на что я сейчас хочу обратить ваше внимание друзья а кто читал кто не читал смотрите это тайтл последнее время эти последний год может даже больше а задача над тем чтобы выйти на рынок внешней рекламы это реклама в google в социальных сетях но если вы хотите чтобы ваши рекламировались там карточки товара листинге то есть правило у большинства ну скажем так порталов для рекламы которая выбрала эти ограничения 40 символов поэтому эти рекомендуют делать писать очень короткий понятный заголовок стараться его писать коротким около 40 символов для того чтобы было легко продвигать ваш листинг плюс еще я недавно может уже и снимала видео про символы в google именно когда вы хотите продвигаться в google какие символы нельзя придумать применять в тайтле особенно когда вы планируете еще и сами запускать платную рекламу в google в google покупки и там есть один очень такой скажем так интересный вариант до которые любят очень наши мастера смотрите когда вы пишете тайтл и нельзя по мнению google добавлять наклонные черточки скобочки да вот именно всякие там например смайлики что у нас очень любят получается тайтл должен быть очень просто грамотно написан по грамматике ну как по законам грамматики получается если у вас что-то неправильно написано в тайтле то фактически в google если бы вы запускали платно эту рекламу то у вас бы этот листинг ну был отклонен получается если вы хотите большего продвижения да и вы претендуете на то чтобы эти еще предоставила вам внешнюю рекламу то обратите внимание пожалуйста как у вас по новому или по старому написан тайтл это по поводу символов следующий момент очень важный когда вы пишете тайтл применяйте на первом месте главный ключевой запрос этого листинга смотрите здесь написан тентинга вот с одной стороны желтый лимон картина желтый лимон и здесь расписывается дальше но главный ключевой запрос если эта картина маслом а эта картина маслом мы там дальше с вами увидим в описании это как целесообразным было бы написать сразу на первом месте полный ключевой запрос картина маслом а потом добавить желтый лимон а вот такой красивый длинный заголовок сейчас на данном этапе с этими дужечками с этим всем можно было опустить и поставить description на первое место получается в description на первое место ставите те заголовки которые вы считаете нужным но также их пишите на основании ключевого запроса а что я хочу еще с вами например посмотреть описание товара давайте заглянем в описание товара я вам рекомендую придерживаться структуры в описании товара как вы поняли в самом начале идет заголовок потом желательно написать технические характеристики вашего товара размеры размерные признаки с чем например как говорится сделано это изделие что человек получит возможно прилагается подарочная упаковка а потом уже вот этот блок разговор с клиентом этот разговор с клиентом стоит все-таки разбивать на маленькие небольшие абзацы чтобы человеку было удобно читать плюс если вы хотите чтобы человек быстро и удобно перешел ваши эти магазин добавьте ссылку либо на под на похожую карточку товара либо на секцию вашего эти магазина с такими же либо маленькими картинами либо картинным маслом и потом конце пожелайте человеку хорошего дня и можете добавить обязательно призыв к действию перед этим как пожелать хорошего дня что если вам понравилась и тогда корзина положите ее в корзину получается мы пишем описание товара по структуре структура это может быть либо простая рекламная формула либо более сложная формула копирайтинга тут ее не указывай не рассказывала чтобы вас не запутывать но description должен быть тоже написан на основании главных ключевых слов этого листинга друзья кому нужно ваше описание на самом деле ваше описание нужно людям и поисковикам и получается тексты продвигает ваш листинг последние тоже год эти рекомендуют писать более полные более качественное описание сейчас сейчас я в листинге не вижу но очень часто появляется там вы можете поставить лайк диск лайк описанию помогло не помогло это описание и эти рекомендуют писать более длинные описания по мнению эти они продают минимум 150 слов 500 символов это должно быть в описании товара на эти и сейчас мы с вами спускаемся главе глянем ключевые запросы вот смотрите вот здесь такой красивенький дата кружочек подписано здесь вот эти теги переместились получается суммарно вот если посчитать эти кружочки а потом а маленьким написано фразы вот это есть ваши ключевые слова которые вы указали и здесь мы с вами рассуждаем что мастер продает картины маслом а здесь на первом месте стоит тег желтый лимон и друзья и хочется спросить а фактически а что вы продаете лимоны или картины маслом если мы говорим что нужно описание людям люди читают поисковики читают поисковики читают абсолютно все что находится в вашем листинге поэтому пожалуйста когда вы формируете 13 тегов 13 тегов и эти очень важны первый тег очень важен вы показываете за что за какой ключевой запрос вы боретесь в выдаче вы должны их писать от большего к меньшему получается на первом месте самый главный ключевой запрос и какая здесь ошибка у мастера первое да вы соперничаете за ключевой запрос желтые лимоны за абсолютно все товары где есть желтые лимоны нужно ли вам это маленькому новому магазину который только продает картины естественно нет какой будет правильный ключевой запрос самый первый а картина маслом а уже потом картина маслом лимон либо еще там вот это все нужно смотреть проверять следующий момент который я считаю тоже ошибкой для молодого нового магазина подчеркиваю молодой новый да а например искусство для кухни а декор для кухни для корт для стены я не знаю почему но большинство мастеров которые только начинают очень зарятся на высокочастотные ключевые запросы и обратите внимание вот здесь листинг продает картину маслом а если вы посмотрите все 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 теги я мышку беру внимательно то слово oil painting здесь практически может быть где-то один раз встречается или может несколько раз если я не вижу а вот например высокочастотные запросы подарок для нее подарок для мамы подарок для бабушки они хороши но очень они хороши для более успешного магазина более крупного как у которого очень много продаж и который проработал базовые ключевые запросы по этому товару а какие базовые ключевые запросы это будет oil painting если эта картина маслом то мы все вариации картины маслом ищем например по ключевым запросам проверяем сортируем от большего меньшему и указываем вот когда у вас по вашим листингом будет проработанные подобные такие базовые ключевые запросы у вас пойдут продажи у вас появятся отзывы то следующий этап вам нужно очень аккуратно добавлять ключевые запросы высокочастотные такого плана как например декор в кухню декор на стену да и работа с ними еще какой минус для нового магазина маленького вот такие общие высокочастотные ключевые запросы еще раз подчеркну они еще общие что это значит когда а человек захочет купить например декор в кухню это может быть и салфеточка за 1 2 доллара за 1 5 долларов не только картина маслом получается когда человек пишет на эти он присматривает товары которые подойдут в кухню но вероятность покупки когда человек написал картину маслом и декор в кухню в первом случае по картине маслом намного выше потому что человек ищет картину маслом да и выбирает среди таких картин а получается если декор в кухню то он более обширный там очень очень много товаров продается и вы соперничаете с большим количеством листингов чем был по вашему виду товара по базовым ключевому запросу друзья это по поводу тегов если вам интересно тоже сгоните мы эти магазин у меня есть тоже книга на самом деле тоже стоит на распродаже я стараюсь чтобы это было доступно многим людям секундочку эти силы 55 книг для новичка есть отдельно книга эти силу если вам интересно если у вас вы не читали не изучали по эти силу здесь хороший набор и по описанию листинга и как подобрать теги самому и что такое эти силу загляните почитайте посмотрите и мы с вами дальше идем по по листингам рассматривать здесь листинге тоже похожий ну как похожие ошибки здесь чуть-чуть вот например джекрасл здесь более скажем так на мой взгляд теги подпила подобраны в этом листинге более правильно у мастера но таких листингов не сильно много здесь на первом месте стоит oil painting а потом уже идут более высокочастотные ключевые запросы но они хотя бы указывают что это портрет собаки а портрет раз алтерьера и но все равно есть много например до подарков как запросов которые для молодого магазина не подходит подарок для девочки подарок для сына в подарок вот gift for dog lovers я бы еще оставила а вот такие высокочастотные общие то для молодого магазина они все-таки на мой взгляд не подходят вам нужно подбирать те ключевые запросы которые помогают вам продвигать выдачи вашей ци магазин делать ваши товары более видимыми и естественно а привлекать тех людей которые хотят уже купить ваши товары так и вы когда идете по базовым запросам с самого начала у вас больше будет покупателей у вас будет больше отзывов в ваш эти магазин будет легче продвигаться а друзья желаю удачи мастеру на эти желаю продажах с границы удачи рекомендую исправить давайте сделаем выводы на что нужно смотреть что исправлять тайтл эти магазина обязательно нужно исправить потом нужно проработать секции эти магазина потом нужно опуститься вниз добавить именно там где ваши фото и баут в эти магазине добавить подписи с ключевыми словами на английском написать достаточно большой текст в баут с применением ключевых запросов добавить часто задаваемые ключевые вопросы с ключевыми фразами до этого эти магазина а плюс их добавить не только для поисковиков а еще для того что если у вас будут какие-то спорные вопросы то вы предупреждали вашего клиента вас это написано на главной это политика вашего эти магазина по которой вы работаете и следующий момент что мастеру нужно еще проработать нужно проверить проанализировать теги нужно доработать описание товара и нужно доработать тайтл эти магазина потому что если у вас таким образом по старинке они написаны то к сожалению это продвижению вашему тоже и по гуглу вредит и в принципе по эти они длинноваты я тоже заметила и у себя статистику и мастера тоже в youtube видео писать в youtube моем писали что а все-таки более короткие теги на тайтл вернее таки и тайтл написанные сейчас по современным требованиям эти помогают продвигать товар в удаче и помогают продвигать товары в рекламе если вы запускаете на эти платную рекламу вот такие красивые картины у мастера желаю удачи и продвижения вам на эти еще раз и спасибо вам большое друзья если у вас будут вопросы задавайте если вам интересна будет моя эти консультации это один из пунктов из 12 пунктов которые я рассматриваю на эти консультации если вам это интересно напишите мне запрос на почту на e-mail под низом оставлю а я вам вышлю подробное описание и позагляните в мой на мой сайт либо на эти либо на русском и прочитайте самостоятельно с вами была прохоровская светлана удачи вам на эти пока до встречи в следующих выпусках